Всем привет! Плюшки номер два сегодня. Скажем так, одна маленькая плюшка. Одна такая маленькая, вкусная, но и очень нужная плюшка. Конечно, найдут все-таки профессионалы, которые тут же меня статикуют, скажут, что все это знают, никому это не нужно. Но судя по опыту нашей фотошколы, могу точно сказать, что 90% тех, кто работают в фотошопе, понятия не имеют о том, о чем я сейчас буду говорить. Итак, когда мы первый раз открываем фотошоп, вот мы его открыли. Фотография здесь просто для иллюстрации. Сейчас мы сделаем какой-нибудь такой, чтобы она вам не мешала. Вот такой страшный блюр. Вот она, пускать обсиди. Смотрите, вот мы открыли и нам нужен какой-то либо инструмент. И какой мы, ну, на самом деле не важно какой, экшены нам нужны. Мы начинаем лезть сюда, экшен, вот появился экшен, замечательно. Потом мы его вытащили сюда, закрыли. Ах, как теперь открыть экшен, F9, F9 нажимаем, ничего не происходит, потому что у нас Macintosh и тут на F9 совсем другая клавиша забита. И что-то еще нужно. Ах, нам нужно, я не знаю, нам нужно срочно пути открыть, там, ох, вот они пути, да. Сейчас мы их вытащили, например, слои вытащили сюда, поработали, поработали, вот тут нам очень-очень удобно, чтобы работать, да. Сокрыли. Оп, а где найти теперь слои? Теперь нет слоев и так далее и тому подобное. То есть мы не, наше рабочее пространство постоянно меняется и мы не можем организовать его так, как нам бы хотелось. Ну, постоянно лезем в менюшки и ищем тут нам нужные нам инструменты, да. Навигатор. Ах, вот он, навигатор. Сейчас мы будем, сейчас мы тут полазим, что-то, да, закроем. Хорошо, если мы закрыли его вот так, да, раз, он останется у нас здесь в панели. А если мы его вытащили и закрыли через крестик, он у нас больше тут не появится. Ну, в общем, мы, наша сегодняшняя плюшка, это как организовать рабочее пространство таким образом, чтобы никогда не искать нужные нам инструменты. Итак, в первую очередь, посмотрите, вот здесь вот справа есть кнопочки, кнопочка, в которой находятся наши рабочие пространства, Workspace. Мы для начала выбираем просто-напросто фотографию. Выстроилась у нас некая рабочая пространство, в которой у нас есть слои, каналы, пути, все, что нам нужно, гистограмма, нам нужна она, навигатор, тоже иногда пригождается, и все наши корректирующие слои. Уже много. Дальше. У нас есть текст, у нас есть наши actions, и у нас есть history здесь. Предположим, что у вас даже нет здесь actions, да, и history тоже нет. Вот открылась какая-то такая. Мы берем, вытаскиваем один раз, да, первый раз открыли, и начинаем вытаскивать все, что нам нужно. Actions. Отлично. Раз, загоняем его сюда. Вот он стоит. Дальше. Что нам нужно еще? History. Отлично. Загоняем его. Сюда. Дальше. Какие инструменты нам еще нужны? Brush. Нужен? Нужен. Обязательно нужен brush. Оп. Загоняем его сюда. Дальше. Какие инструменты еще нам нужны? Что у нас у нас есть? Так, 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 тих, 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 тих. Ну, в общем, вот, цвета. Ну, они нам не нужны, на самом деле. Можно вытащить их, не нужно. Итак, это нам нужно. Информация нужна. Actions. И History. Отлично. Единственное, что я бы тут попередвигал, вот, скажем, Actions куда-нибудь наверх. History тоже куда-нибудь наверх. Ну, вот так вот, например. Actions. Нет, я бы сделал вот так вот, а это убрал бы подальше, это убрал бы подальше, вот так. Actions на самый верх. Ой, что-то у нас там пропало. Вот так. То есть, один раз мы поработали, поставили все куда нужно, вплоть до того, что даже панель инструментов нашим мы можем поставить, ну, куда, например, где нам удобно. Например, вот сюда. Да, вот удобно нам здесь брать сразу же. Вот здесь, например, да. Берем инструмент, работаем, берем инструмент, берем какой-то корректирующий слой, берем экшен или, ну, в общем, работаем так, где нам удобно. Мне удобно здесь, поэтому он у меня останется здесь. Но вы можете поставить любое место, вплоть до того, что, я не знаю, ну, возьмите и вообще вот так как-нибудь выставьте его. Ну, я не знаю. Ну, для примера давайте тут вот оставим его, да. Далее. Мы идем опять в эту закладку. New Workspace. Нажимаем кнопочку. Новое рабочее пространство. И обзываем ее нашим применем. Это у нас будет фотошкола. Ой. Непонятно, что пишет. Фотошкола.by. Мы сохраняем все менюшки. Окей. А. Извиняюсь. Он не хочет. Точка. Сейв. И так. Теперь у нас есть рабочий пространство под названием фотошколы. Теперь представьте, что мы все закрыли. Случайно все поубирали. History. Закрыто. В общем, все, что нам нужно, позакрывали. Теперь нам нужно лезть. Опять Windows все это открывать. Не нужно. Мы просто заходим в эту закладочку. И делаем reset фотошкола наша. Пум. Все, что нам нужно, опять появилось. У меня точно так же под моим никнеймом сделано мое рабочее пространство. Вот. Я работаю вот так. Все инструменты у меня здесь. И все, что мне надо здесь. Ну, вот как-то так. Спасибо за внимание. Думаю, что это было полезно. Пока. Пока.